На этих кадрах, снятых в 90-х годах прошлого века, уже состоявшийся вокально-инструментальный ансамбль «Абазинка», известный далеко за пределами Карачаева-Черкесии, а начиналось все еще на 20 с лишним лет раньше. В 70-е годы, на фоне всеобщей битломании, в Доме культуры Аула Псыш появился самодеятельный ансамбль, у которого еще даже не было названия. Начало получаться, и нас начали приглашать на мероприятия, тогда область была, областные мероприятия, и мы поняли, что нужно как-то серьезнее заниматься. Все думаем, как бы назвать коллектив, надо же имя какое-то. И там ребята приглашают, давайте «Абазинка», говорят. Ну «Абазинка» почему мы назвали? «Абазинка» это значит, олицетворяет отношение к матери, к сестре, там, как уважение, уважение. Вот так мы и назвали. Как корабль они назвали, так он дальше и поплыл. Ансамбль «Абазинка» стал сотрудничать с уже известными на тот момент композиторами и поэтами, среди которых Аслан Дауров, Галина Гожева, Муса Ионов, Керим Мхце. Отдельным пластом в творчестве были абхазские народные песни. Творчество «Абазинки» через магнитофонную ленту ушло в народ, а сам коллектив начал активно гастролировать. В 1982 году «Абазинку» пригласили для участия в работе агитпоездов ЦК ВЛКСМ. Мне позвонили и сказали, вот сейчас приедет режиссер с Москвы на прослушивание. Мы думаем, даже страшновато было, честно говоря. Сказали, в такое-то время ждите. Мы собрались в Доме культуры, он приехал, сел. Ну, несколько песен мы озвучили. И смотрит, тишина. Я думаю, все, провал. Зачем я вообще согласился? Сидел, ну как, где-то минуты две, наверное, тишина, все они не поймут. Сидел, а потом резко. Вот, говорит, что я искал. Так на молодежных стройках Сибири и Дальнего Востока зазвучали песни на абазинском языке. Абазинки на юбилейном вечере ее основателя Владимира Рамазановича Чикатуева. Сам он, будучи человеком довольно скромным, настаивает на том, чтобы к нему обращались проще Володя, даже те, кто ему годится в правнуке. На чествование юбиляра пришли и представители правительства Карачаева-Черкесии, вице-премьер Мурат Озов и недавно назначенный министр культуры КЧР Уалиев Гомуков. Зачитав приветственный адрес от главы республики, они выполнили еще одну приятную миссию. Указы головы Карачаево-Черкесской республики о присвоении почетного звания Карачаева-Черкесской республики за склад в развитие и сохранение культуры и искусства народов Северного Кавказа, высокий профессионализм и сценическое мастерство присвоит почетное звание заслуженной деятельности искусств Карачаева-Черкесской республики Чикатуеву Владимиру Рамазановичу. Но самой главной наградой для маэстро в этот вечер был битком набитый зрительный зал и балкон республиканского драматического театра. С поздравлениями, подарками и искренними пожеланиями на сцену одна за другой поднимались делегации из Абхазии, Ставра, Поляки-Словодска, известные эстрадные исполнители Карачаева-Черкесии и творческие коллективы. Я, в частности, будучи совсем юным человеком, слушал и абсолютно не понимая языка, я был влюблен в этот язык, естественно, в этот народ. И вы знаете, больше, чем любой политик, такие талантливые люди, как Володя, могут сделать гораздо больше для сближения между народами. Потому что настоящее творчество подвластно таким талантливым людям, как Володе. Буду долгих лет себе жизни. И пусть самая твоя хорошая песня будет еще впереди. Самая хорошая песня еще впереди и у детища Владимира Чикатуева, вокально-инструментальной группы Абхазги, которая, кстати, сама в этом году отмечает свое 15-летие. ПЕСНЯ 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 Как и у прародителей, в текстах их песен, особенно часто, встречаются абазинские слова «адуней, абазаш, табзибара», означающие «мир, родина, любовь». Именно об этом поет душа любого народа. Вне зависимости от моды, эти понятия были и будут всегда на первом плане для творческих людей. И несмотря на современные тенденции в музыке, которую сегодня зачастую делают не руками и мыслями, а компьютерами и неодушевленными сэмплами, у настоящей и живой музыки всегда будут свои поклонники, а у музыкантов поколения Владимира Чикатуева свои последователи. Ведь, как сказал кто-то из классиков, чтобы понять музыку, нужно просто научиться ее слушать. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.